Следующий доклад Юрий Викторович Наточин, академик Российской Академии Наук, эволюционная физиология 60 лет спустя. Я хочу, чтобы меня слышно было. Слышно? Да. Если не будет, еще ниже. Вот так. Хорошо. Ладно. Итак, добрый день. Я очень рад вас всех видеть. Знакомые все лица. Мой доклад касается... Почему 60 лет? Это вовсе не 60 лет институту. И вовсе не 60 лет, как я в этом институте. 60 лет это время с доклада Леона Барчарбели на первом совещании по эволюционной физиологии. А вот как это? На первом совещании по эволюционной физиологии 7 марта 1956 года Леон Абгарыч выступил с докладом «Основные задачи и методы эволюционной физиологии». Вот к этому событию я и решил посвятить свое выступление. Но я хочу говорить о том, как можно посмотреть на эту проблему сегодняшними глазами. Это не отчет о том, что Делоинститут это не моя проблема. Это то, как я вижу эту проблему, как я видел эту проблему и как она кажется видна сегодня и, как я думаю, будет развиваться. Эта фотография слева Альсан Греевич Геницинский, справа Леона Барчарбели. Эту фотографию я сделал в 1956 году. Этой фотографии 50-60 лет. Эта фотография сделана была мной перед кабинетом Леона Барчарбели. В том старом здании этого никогда не было. А теперь несколько слов истории. Как развивалась, когда возникла и каким образом происходило становление эволюционной физиологии. В XIX веке появилось много работ Вальтера, Мюллера, Дюжардена, касающихся сравнительной физиологии. В 1859 году публикуется, ну все вы знаете, книга Дарвина «Происхождение видов». И уже несколько лет спустя Геккель пишет работу и предлагает для исследования использовать и физиогению, так тогда он называл физиологию, и морфогению. И в них он видит основу того, чтобы использовать два направления – антогенез и филогенез. Прошло менее 10 лет, и в 1875 году Антон Дорн впервые предлагает новый подход, принципы эволюции функций, формулирует один из них, который носит название «Принцип смены функций». Он работал на неаполитанской биологической станции, я там был, и видел там запись, когда там был позднее, несколько лет спустя, Леон Абгар Чарбель. В 1909 году, это очень важная дата, в этот год Леон Абгар Чарбели посещает Великобританию и знакомится с Кейтом Люкасом. Кейта Люкаса очень волновали проблемы эволюции функций, и он формулирует положение о том, что эволюцию функций можно изучать, сопоставляя антогенетические и филогенетические изменения функций. Леон Абгар Чарбель с ним знакомится, это ему очень нравится, чтобы не падал. И спустя несколько лет термин эволюционная физиология предлагает выдающийся морфолог Алексей Николаевич Северцев. Это был 1914 год. Леон Абгар Чарбель возвращается в Россию, и в 20-е годы он все время обращает внимание на проблемы эволюции функций, добавляя... Он был врач, и благодаря этому к проблемам онтогенеза, филогенеза, Леон Абгар Чарбель добавляет проблемы патологии, изменения функций в процессе измененных состояния организма и проблемы экстремальной физиологии. В 1932 году Хачтур Сергеевич Каштаянц в журнале «Под знаменем марксизма» публикует статью, которая касается проблем развития, проблем эволюционной физиологии. Но, я видел эту статью, можете почитать, в журнале есть в публичной библиотеке у нас, но в этой статье Хачтур Сергеевич не ссылается, не дает ни одной ссылки на Леона Абгар Чарбель. Это очень огорчило, я это прекрасно понимаю, Леон Абгар Чарбель. И Леон Абгар Чарбель спустя несколько месяцев в журнале «Природа» публикует статью об эволюционном принципе физиологии. И затем он формирует несколько коллективов, которые связаны с изучением проблем эволюционной физиологии. Это 1032 год, отдел эволюционной физиологии ВИЭМа, это не ЕМ, это в Москве было. 1939 год, институт эволюционной физиологии и патологии ВНД, 1954 год, Михаил Леонидович только что об этом говорил, создается лаборатория, и в 1956 году создается наш институт. Итак, в 1956 году Леон Абгар Чарбель формулирует основные задачи эволюционной физиологии. Это эволюция функций, второе, функциональная эволюция. Но мне кажется, что надо добавить еще одно направление, которого здесь нет. Это происхождение функций, происхождение жизни. Ибо после этого может начаться эволюция функций, после этого могут быть рассмотрены проблемы функциональной эволюции. Как же возникла жизнь? Что мы об этом знаем? У Александра Григорьевича есть, это в любой книжке, в учебнике любом вы найдете, жизнь возникла, у Александра Григорьевича это написано, жизнь возникла в воде океана Палеозойской эры. Просор, ну это многотрехтомник, вы его тоже знаете, жизнь зародилась в море. А теперь я вам покажу, почему жизнь не могла зародиться в море. Потому как в море не могла возникнуть клетка. Почему не могла? Сейчас вы все физиологи, вы это абсолютно легко. Это мне идея пришла в Сапсанию, ехал с президиума, делать было нечего, и вот мне стало вдруг ясно, что это невозможно. Так как внутри клетки, практически почти любой, это вот Римма Германовна знает, есть некое исключение, но только в крови исключение, но не в клетке. Во всех клетках доминирует калий, а около клетки натрий. Для того, чтобы в клетке доминировал калий, а море всегда было натриевым, геологи это знают. Значит, нужно выгнать как-то натрий из клетки и выгнать в клетку калий. Тогда нужен насос. А если нужен насос, его не создать. Синтез белка, практически полипептида, невозможен в натриевой среде. Для этого нужен калий. Следовательно, жизнь так возникнуть не могла. Так вот, нам удалось показать, что, во-первых, удается реализовать эту программу, эту систему. И мы сравнивали синтез натриево-калиевой среде, и оказалось, что действительно, вот синенькие... Ой-ой-ой-ой-ой, это я... Не то. Я не ту кнопочку нажал. Вот, синтез полипептидов происходит... Вот синенькие, только в калиевой среде. Нам удалось это показать экспериментально на клетокислоте, и эта работа опубликована в журнале Origin of Life. Значит, смысл нашей гипотезы состоит в том, что жизнь возникла в калиевых озерах. Потом нам удалось показать, вместе с институтом имени Вернадского, что действительно первично были калиевые озера, особенно в работах совместных с Галимовым. Потом, а вот потом, когда появились натриевые моря... Это было... Жизнь возникла около 4 миллиардов лет назад. А вот всё многообразие жизни, переход в морскую среду, возникло около 1,5 миллиардов лет назад. И тогда те первые клетки, которые смогли создать натриевые насосы, смогли проникнуть в эту среду, в натриевую среду, выгонять натрий, и дальше вот то, что мы все знаем по этому поводу. Теперь подойдём к вопросу первому, который сформулировал Леон Абгарыч, эволюция функции. Каждую функцию, изучаемую в экспериментальной физиологии, рассматривать с точки зрения её формирования. Но, мне кажется, этого недостаточно. Мы должны различать уров... Значит, первый уровень, мне кажется, не митохондрия, не натриевый канал, не натриевый насос. Первым уровнем живого является клетка. До этого это её компонент. Только клетка способна к размножению. Следовательно, первым уровнем анализа функций является специализированная клетка. Второй уровень – это морфункциональная ледница. В случае почки – это нефрон. Третий уровень, следующий уровень – это орган. И, наконец, высший уровень в этом перечне – это функциональная система. Следовательно, нам надо не просто просмотреть, как это проходило в эволюции, но и попытаться сформулировать принципы закономерности эволюции на каждом из уровней развития. Я коснусь только почки. Мне очень о многом хочется вам сказать, а время неумолимо. И мне хочется... Значит, какие принципы эволюции функций почки есть? Первое – это интенсификация процессов, протекающих в почке. Чем выше в эволюционном ряду она стоит, тем более интенсивно протекают все основные процессы, лежащие в основе их деятельности. Второе – раньше, ну, без позвоночного, наклеечного животного в одном и том же организме было много нефридиев. Чем выше развивается организм, тем их становится меньше. Происходит олигомеризация органов. Почек у каждого из вас, дай бог, слава богу, по две. Но количество нефронов в каждой почке единиц растет, их несколько миллионов. Таким образом, происходит олигомеризация органов и полимеризация элементов внутри органов. Следующий принцип развития – принцип надстройки. Леонов Гаррис сформулировал отношение мозга. Он тоже может быть показан вам и на примере почки. Я вам сейчас все это покажу. Значит, первое – увеличение интенсивности процессов, происходящих в почке. Здесь представители всех основных классов позвоночных. У миног фильтрация на 100 грамм массы тела около единицы. А чем выше расположены животные, тем у них выше. И у крысы в 50 раз больше. То же самое мы можем видеть и в антогенезе у человека. Таким образом, увеличение интенсивности происходящих процессов в органе – есть основа, один из принципов эволюции функции. Но раньше считали, что процесс клубочковой фильтрации, как вы найдете в учебниках, слепой физико-химический процесс, а все дело в том, что происходит избирательно в канальцах. Это вовсе не так. Леон Овгар Чарбели занимался физиологией почки. Ему принадлежат замечательные слова, сказанные им в конце 30-х годов на лекции для врачей. Зачем гонится почка? Затем, чтобы выделить, дать мочу определенного состава? Или затем, чтобы сохранить плазму крови? «Колебания состава мочи велики, но почка сохраняет необычайное постоянство плазмы крови». Как это происходит? Что такое принцип надстройки? Вот это почка лягушки. Она монотонная, она одинаковая. А у птиц, у млекопитающих впервые появляется кора, вот верхняя половина, и внизу видно мозговое вещество. В почке есть и кора, и мозговое вещество, она очень умная. Поэтому почка обеспечивает нас с вами возможностью думать, мыслить, чувствовать и получать удовольствие от жизни. Почему так? Потому что почка обеспечивает постоянство внутренней среды. И что самое главное, почка, расходы, вот в отличие от директоров некоторых учреждений, на внутреннюю среду, на тех, кто этим занимается, на тратить большие деньги. Тогда будет хорошо работать голова. Почка тратит, через нее проходит четверть минутного объема крови. Для чего? Для того, чтобы голове легче было. И поэтому в почке вот работает такая сложная противоточная система, которая позволяет нам поддерживать постоянство внутренней среды. А некоторые животные вообще это могут делать, не потребляя никакой воды. У них астматическое давление в почке, в этой маленькой почке, у маленькой мышки, поднимается до 220 атмосфер. Хотя, как вы знаете, в крови это около 7 атмосфер. Это удивительные новые принципы, разработанные найденной природой. И в то же время, я возвращаюсь к первому слову, к натрию и калию. Все эти животные поддерживают, несмотря на колебания в плазме крови, на то, что плазма крови этих животных во много раз имеет отличие от морской воды, в которой они живут, отношение калий к натрию во всех этих случаях составляет около 0,3. И вот теперь из тех проблем, которые касаются эволюционной физиологии, мне хочется выделить одну проблему коэволюции. Каким же образом? Будь то почка, будь то сердце, будь то любой другой орган. Как же они развиваются в сочетании, в соотношении с факторами регуляции? Я возьму только один пример. Аргинин-вазопресин. У человека это вазопресин, гормон из 9 аминокислот. У позвоночных имеется следующая строчка аргинин-вазотоцин. Нам удалось синтезировать несколько новых аналогов, которые позволяют, я вам потом покажу, найти способы нормализации других ионов. Но каким образом эти системы работают? Вместе с институтом Овчинникова нам удалось построить модель и синтезировать некоторые новые пептиды. Вот справа вы видите это рецептор вазопресина, а красным гормон, который с ним взаимодействует, вазопресин. В результате действия вазопресина на рецепторы в клетке выделяется циклический МФ, потом в аппекальную мембрану встраиваются аквапорины, вот это картинки аквапоринов, которые встраиваются в аппекальную мембрану, и увеличивается реабсорция всасывания воды. Но вот то новое, что нам удалось сделать, на основе только одного пептида, нонопептида, вазопресина, нам удалось, сейчас я покажу вам, нет, это не то, ну ладно, бог с ним. Вот левый столбик удалось создать пептид, который только регулирует натрий, в центре пептид, который почка, при действии на почку меняет выделение калия, и справа это десмопресин, который влияет на выделение воды. Таким образом были созданы новые пептиды, которые позволяют регулировать выделение почкой каждого из ионов. Как работает эта система? Это то, что вы учили в школе, в институте. Рецепторы сообщают в мозг осморецепторы о осматическом давлении крови, регуляция объема волюморецептора, поступают в гипофиз, и гипофиз выделяет вазопресин. Это схема, которая имеется в любом учебнике. А теперь то, что происходит на самом деле. Оказалось, что есть еще одна пептидная система, которая до сих пор полагали регулирует только баланс углеводов в организме. Это глюкогоноподобный пептид. У низших позвоночных он стимулирует образование глюкозы, а у человека, у млекопитающих он способствует секреции инсулина, и это создает баланс, нормализацию концентрации глюкозы в крови. Так вот оказалось, что этот нонопептид, этот пептид, это работа, выполненная Анной Сергеевной Мариной в нашей лаборатории, этот пептид, если его ввести в кровь, либо если вы выпьете воду, то у каждого из вас не глюкоза будет там меняться, а будет секретироваться этот пептид. Он под красным цветом, насколько он улучшает, ускоряет выделение воды из организма, выпитой вами. Он способствует нормализации осматического давления крови. Мало этого, оказалось, что этот же пептид обеспечивает нормализацию. Вот черные столбики, это как выделяется натрий после натриевой нагрузки сам по себе, а справа при введении аналога этого гормона и ксенотида. Выделяется лучше натрий. С правой стороны, если вы вводите хлор, то выделяется лучше только хлор. И вот тогда возникла проблема. Вообще как это может быть? Один пептид регулирует и натрий, и калий, и хлор, и чего хотите. Ну невозможно. На самом деле возможно. И я снова возвращаюсь к началу. У каждого из вас, я об этом говорил, по сравнению с низшими позвоночными, резко растет скорость клубочковой фильтрации, увеличивается объем максимальной реабсорбции. И эта же жидкость быстро возвращается в кровь. Это в 1908 году три английских физиолога, выдающиеся, собрались в баре, и один из них говорит, не может быть клубочковой фильтрации в почке. Ну посмотрите, вот я позову сейчас Кельна, он придет, и я ему скажу, три пива на троих, а потом ему, он принесет, ему скажет, два унеси обратно. Это же бессмысленная работа. Вот так же фильтрация есть, потом обратно. Так вот это все нужно только для того, чтобы лучше, точнее регулировать концентрацию в крови всех физико-химических веществ, которые есть у нас. И это делать следующим образом. Вот с левой части фильтрация, жидкость поступает в толстый восходящий отдел петли Генли. Нет, тут что-то не видно, бог с ним. В толстом восходящем отделе петли Генли действуют все пептидные гормоны, меняя уровень реабсорбции. И тогда, так как больший объем жидкости туда поступает, из большего объема легче регулировать то, что нужно организму. Вот как поступает, как действует глюкогоноподобный пептид. Еще один случай. Я говорю о том, как почка обеспечивает габиостаз. Ну, вы знаете, что во время блокады Ленинграда многие люди не просто голодали, они худели, но, несмотря на это, у них сохранялся нормальный белок в мозгу и в сердце. Каким образом? Кто это делает? Если вы едите каждый день, вы думаете, что переварится в кишечнике? Ничего подобного. Вот вам пример. Это работа, аспирант у меня был, Миша Бурмакин. Вот зеленым цветом введен в желудочно-кишечный тракт зеленый флуоресцентный белок, который используется для другого. Я решил его взять только потому, что он всегда флуоресцирует, пока не разрушен. Чуточку разрушится, он не будет флуоресцировать. А мне надо было понять, всасывается ли чистый белок из желудочно-кишечного тракта. Вот вводится белок, вот это его структура. А теперь слева почка в норме, а справа после введения зеленого флуоресцентного белка. Итак, почка является важнейшим органом гидролиза всех тех белков, которые поступили, и она обеспечивает каждого из нас тем, что у нас не возникают непрерывные аллергические заболевания. Еще одна вещь, которую мне хотелось с вами поделиться, и она ведь прямое отношение к эволюционной физиологии, а это что принципы только эволюционной физиологии, или они распространяются на информационные системы, естественные, искусственные. И эту работу я проводил совместно с Владимиром Черниговской и Владимиром Васильевичем Миншуткиным. И нам удалось показать, что те же принципы эволюции функций, которые характерны для биологических систем, для почки, они точно в том же виде действуют для информационных систем. Я просто на пальцах вам покажу. Слева уровни в почке, о которых я говорил. Клетка, нефрон, почка, осморегуляция. А в языке это фонема, морфема, которая соответствует нефрону. Слово – это почка. И целостный вид системы – это предложение. И нам удалось создавать эти работы, опубликованные в хороших западных журналах. И это дает нам новую возможность создания принципов эволюционного развития как общей концепции. Следующая проблема, которая поднята Леон Абгарчем Арбели, это функциональная эволюция. Так вот, функциональная эволюция, в отличие от эволюции функций, это, если в эволюции функций происходит развитие, то функциональная эволюция – это принцип развития, это ответ на вопрос, почему система менялась так, а не иначе. Тут нет развития, тут есть основа, базис для развития. И это малоразработанная часть, но это, мне кажется, гениальная мысль Арбели, и она полностью совпадает с идеей Эйнштейна, который то же самое сказал в 1029 году, но в отношении науки, фундаментальной науки, а не в отношении физики. Каковы принципы функциональной эволюции? Это понимание природы того, как физико-химические факторы обеспечили эволюцию функций. Проблема целостности, проблема взаимосвязи функциональных систем, проблема адаптации, проблема человека, наконец. И, наконец, последний фрагмент моего выступления, то, чему Арбели придавало очень большое значение, это каково прикладное значение всех этих эволюционных построений, о которых я вам только что говорил. Я коснусь нескольких, четырех, пяти направлений, очень быстро, которые были сделаны нами. Вот болеет ребенок, маленький ребенок, у него плохо работает осморегуляция, пневмония, летальность на, в Индии от этих форм 33 процента. Ко мне обратились в педиатрическом институте. И если вы будете поить этого сухого, температурящего ребенка, он отвергает ее, врачи вводят физраствор или воду и летальный исход. На самом деле ребенок правильно. У него просто, мы показали, секретируется вазопрессина в результате всего этого. Больше, чем надо. Вода всасывается и кровь гипоосматична. Ему не надо не только воду вводить, там соль помогает, либо выведение воды. Другой пример. Это волюморегуляция. К нам в лабораторию в 66-м году приезжал после этой работы Мсислав Силович Келдыш. Я ему загадал загадку. Как вы думаете, что будет с лягушкой, если ее поместить в дистиллированную воду? Она будет набухать или сухать? Единственный человек, который правильно ответил, был Келдыш. Так вот, на основе этой модели, которую мы тогда сделали, в том же, за год до этого проводили исследование, и нам удалось разработать систему адаптации космонавтов. Первыми, кто были, это Феоктистов, Комаров и Егоров, и она до сих пор применяется в космической физиологии. Следующая проблема, это проблема адаптации рыб. Русский осетр. Почему он называется русский? Почему здесь? Почему они в других местах? Нам удалось понять механизм осморегуляции осетров и понять, почему русский осетр может жить только в Каспийском море. Такова и его осморегуляция. Он не может жить, русский осетр в другом месте. И это дало возможность тогда, а Каспий мелел. Мы написали письмо в ЦК КПСС, политбюро, там черти куда, наверх, и удалось предотвратить в результате этой работы переброску черноморских вод в Каспий. Это бы погубило осетра. Сейчас его погубили другие, но это же другое дело. И последний прикладной вариант, это нам удалось сделать лекарство, которое выгоняет натрий из организма в 50 тысяч раз сильнее, чем форосимид. Оно основано на... Это аналог в асситоцина. Он действует не через котранспортеры, а действует через рецепторы, меняя внутри содержание вторичных посредников и усилие выделения натрия почкой. И вот возникновение человека, возникновение сознания, это одна из важнейших проблем функциональной эволюции. Я не знаю, каким образом Максимилиан Волошин в своей знаменитой поэме «Путя Микаина» догадался, тогда еще мы ничего не знали про это, и никто не знал. Планета остыла, жизнь разгоралась, наш пращур, что из охлажденных вод, свой рыбий остров выволок нас на землю, в себе унес весь древний океан с дыханием прилива и отлива, с первичной теплотой и солью вод, жировую кровь, струящуюся в жилах. Как он мог поэтически представить, что наша кровь это отражение моря, один Бог знает, и никто больше. И вот эта фотография, сделанная мной 60 лет назад. Я провожал Леона Абгарча из института в том здании на Маклино, он выходил, и я его поделал решение и сфотографировал. И этой фотографии тоже 60 лет. Я благодарю сотрудников, с которыми мы вместе делали эту работу. И я хочу поблагодарить вас всех за внимание. Большое спасибо. Спасибо, Юрий Викторович. Один вопрос, наверное, мы можем задать. Пожалуйста, есть желающие? Пожалуйста. Юрий Викторович, спасибо за очень интересный доклад. Михаил Викторович, вон этот самый. Чтоб все слышали. Спасибо большое за очень интересный доклад, который попробовал обобщить вот те итоги эволюционной физиологии, которые были сделаны. У меня вот какой вопрос. У вас очень интересная концепция развития клетки. Вот эта концепция, она принимает через такой международный характер обсуждения? Это ведь очень важно. Вы понимаете, был опарин, да? И были конгрессы, там, да? Умер опарин, нет концепции. И я еще жив. Нет чего, ничего и так далее. Вот очень важно, чтобы это сейчас как-то стало международным флагом, вокруг которого что-то выстраивалось бы. Спасибо. Михаил Микторович, большое спасибо. Эту, я когда допубликовал эту работу, она вначале вышла на русском языке, я получил письмо, вы вас сейчас на злофамилию, вы вас знаете, профессор Молкиджан, он в московском университете работает, он занимается происхождением жизни, я получил от него лестный отзыв, он написал, что во всех работах его, Кунина и других, которые в Штатах, они будут цитировать. Мы напечатали эту работу в журнале Origin of Life, она получила сейчас разностороннюю поддержку, и она конкурирует с другими предположениями. Более того, оказалось, что вот такое соотношение калия, высокое, в следе, где предполагается возможность каталитического образования полипептида. Мы сейчас этим занимаемся совместно с Академическим университетом. посмотрим. Редактор субтитров, Корректор А.Егорова Продолжение следует...